Привет, друг. Неделю назад появились первые скриншоты для проекта Цезарь, в котором легко угадывается будущее Европа Универсалис 5. Я показал эти скриншоты в видео у себя на канале, ссылка в описании, обязательно переходи и посмотри, если еще не смотрел. Ну а на этой неделе вышли новые скриншоты и вышла новая информация, новые дневники разработчиков. И тут тоже есть кое-что интересное, поэтому давай посмотрим повнимательнее. Итак, первое, что мы видим, это новая карта. Я не до конца уверен, что это за карта, похоже на какую-то культурную карту. Но главное, что бросается в глаза, это огромное количество провинций, то есть просто если увеличить, то их тут просто нереальное количество. Да, если что, мы на карте видим Анатолию, это там, где Османская империя была в то время. И также мы видим Кавказ. И что еще бросается в глаза, тут видимо изображены, ну это понятное дело, Кавказские горы. И тут видимо тоже какие-то непроходимые местности. Я не знаю, почему они так изображены черным цветом. Я надеюсь, что к финальному релизу они это изменят. И да, также снова стоит обратить внимание на то, как сделали морские провинции. То есть, например, вот Черное море. Весь берег поделен на такие маленькие-маленькие провинции, локации. И в центре локации побольше. И как-то даже, чтобы наглядно показать, сколько они сделали много провинций, сделал скриншот той же местности из 4-й Европы. И в принципе видно невооруженным взглядом, насколько провинций меньше, насколько они крупнее в 4-й Европе, чем в 5-й. И с одной стороны это круто, потому что это позволяет делать карту более точной. С другой стороны, все мы понимаем, что много провинций, значит, будут проблемы с производительностью игры. И уже можно сейчас, наверное, тем, у кого не самые мощные компьютеры, готовится обновлять компьютеры специально под Европу 5, если вы хотите поиграть. И также с точки зрения, скажем так, перекраски картам, опять-таки мы пока не знаем, как будет работать дипломатия, как будут работать мирные договоры. Но если ты будешь там отгрызать по 2-3 провинции, именно провинции, а не региона за раз, то это будет очень муторно. В общем, посмотрим. Но я в целом картой доволен, а остальное посмотрим. А в первую очередь эти дневники были о формах правления. Их в этой игре будет 5. Монархия, Республика, Теократия, Орда и Племя. И они будут все использовать разные параметры. Легитимность для монархии, республиканские традиции для республики, единство Орды для Орды и так далее. Как все то же самое, что в 4-й Европе. Но кое-что будет отличаться. И сейчас давайте об этом поговорим подробнее. Попробуем догадаться. Во-первых, по скриншотам. Во-вторых, по тому тексту, который указан в дневнике разработчиков. Во-вторых, по тексту, который указан в дневнике разработчиков. И на этом экране мы видим что-то, что я распознаю как аналог реформ правительства из 4-й Европы. То есть, как я это вижу, это таких два пути. Либо Паши, Паша, Паши. Расскажите в комментариях, какое уношенное число слово Паша. И автократия. То есть, как я понимаю, это игра за Османскую империю. И у нас тут на картинке есть вот два выбора. И один из выборов довольно интересный. Вот автократия. Ежемесячный прогресс к аристократии плюс 0.1. Йохан дал нам небольшую подсказку, что это может значить. И он в качестве примера привел клиншот из Европы 3. То, что в игру возвращаются вот эти вот ползунки, слайдеры с разными, скажем так, домашними политиками. И вот мы видим, вот, например, один из этих ползунков это аристократия с одной стороны и полутократия, то есть власть богатых, с другой стороны. Эти ползунки будут в 5-й Европе отличаться от тех, что в 3-й их будет больше. Да, их будет 13 штук и они называются социальные ценности. И что важно, что важно понимать, в отличие от 3-й Европы, где мы сами раз, по-моему, в 25 лет выбирали, куда двигать наш ползунок, то тут в зависимости от наших выборов в ходе игры, давайте вот сейчас еще раз, в зависимости от наших выборов в ходе игры, в зависимости от тех реформ правления, тех политик, которые мы принимаем, будет какой-то ежемесячный прогресс. То есть мы будем постепенно двигать страну в ту сторону, в которую нам нужно. Вот, например, мы видим, это еще одна вкладка, это вкладка закона. И вот тут, правда, наоборот, ежемесячный прогресс к крепостному праву, а внизу, наоборот, ежемесячный прогресс к свободному крестьянству. Если кратко перевести вот эту скриншотку, то есть, как я понимаю, будет некая вкладка закона, как это было в «Крестоносцах», и вот тут, например, выбор. Язык обращения, язык, на котором подаются просьбы. И есть язык либо дворцовый, либо язык постолюдинов. Как я понимаю, тут изображается нечто похожее на то, что было в Англии, где аристократия говорила на одном языке, а постолюдина на другом. Ну и, кстати, не только в Англии, в России, например, где аристократия говорила на французском, а обычные постолюдины, ну, само собой, на русском. Скорее всего, вот этот, конкретно этот скриншот, он, опять-таки, он не универсальный, он вот относится к некоторым странам, где вот у аристократии и у постолюдинов разный язык. Да, в целом же, вот тут я выведу на экран текст из дневников. Сословия. Йохун уже пообещал, что на следующей неделе он расскажет про сословия подробнее и про взаимодействие с ними. Пока сказано только то, что сословия будут играть важную роль и, видимо, более важную, чем в четвертой Европе. Но давайте вернемся. Давайте вернемся к этому скриншоту. Что тут еще интересно? Сила короны, ну или, скорее, власть короны плюс 10%. Или вот тут власть дворян плюс 100%. Как я понимаю, в пятой Европе приняли решение отказаться от так называемой маны. То есть отказаться от всем уже привычных очков административных, очков дипломатии и военных очков, и заменить их на что-то другое. Но пока не знаем точно на что. Но, вероятно, вот эти параметры по типу власть короны, власть аристократии. То есть, возможно, они будут как-то заменять нам наши привычные очки. Я пока не знаю. Если я где-то невнимательно прочитал дневники, если вы где-то нашли информацию получше, напишите, пожалуйста, в комментариях, на что заменили ману. Потому что и я пока этого не нашел. Вот такие вот были новые скриншоты, вот такие вот были новые дневники разработчиков Европы 5. Я думаю, что начиная с этой недели, можно уже даже не оговариваться про проект ССР, просто говорить Европы 5. Если тебе было интересно, не забывай поставить лайк, не забывай подписаться. Это очень важно для меня. Также, если ты хочешь пораньше узнавать, когда будет следующее видео, на какую тему, что я думаю про тот или иной вопрос, связанный там с Европой, с играми Paradox Interactive, с какими-то другими играми, то также подпишись на мой канал в Телеграме, ссылка тоже в описании. Надеюсь, что тебе было интересно и хорошего дня.